Ни на что не похожим, потому что мы сегодня с Саней будем играть снова в Дай Леща. Ну, на самом деле, это не совсем Дай Леща, потому что я его немножко трансформировала и придумала. Так, что-то мне пишет Саша. Ребята, на секундочку, на секундочку, сейчас, подождите. Так, ребята, все, я здесь, извините, пожалуйста, нужно было посмотреть, что пишет Саня. Так, ждем Сашу 9 минут, рассказываю. Сегодня мы будем играть в Дай Леща, но я апгрейдила этот конкурс, конкурс-интервью, и придумала еще разные наказания, которые мы будем вместе с Сашей выполнять, если ответим неправильно на вопросы. Пока мы ждем Саню, я примерно расскажу вам правила игры. Короче, я, на самом деле, навертела всяких разных интересных штук, их будет 10. 10, господи, до 10 неправильных ответов. Да, Саша Гудок, вот у меня многие спрашивают Гудок. Ждем Гудка, ждем Гудка. Саня, 8 минут тебе дается. Так вот, из наказаний у нас съесть четвертеньку лука, три головки чеснока, разбить сырое яйцо о голову, съесть столовую ложку горчицы, поиграться с палочками, ну, можно их куда-нибудь запихать, тут уже на что хватит нашей с Сашей фантазии. Есть ножницы, если кто-то захочет себе отрезать пучок волос, я вот с абсолютно неаккуратной прической, поэтому если я что-то себе отрежу, это даже будет незаметно. У меня здесь есть пылесос, я сейчас его покажу, я не шучу. Как вы понимаете, пылесос, с пылесосом, да. Лед, который нужно будет тоже куда-нибудь запихать, дальше мы решим, куда мы его будем запихивать. И краб, крабик для волос у меня сзади, вот тут он пристегнут, у Сани, я не знаю, где он будет пристегнут. У него, а, подождите. Разбить с криками, что у меня все достало, и я устал так жить. А стену, короче, с истерикой и так далее. Мне кажется, очень интересные, забавные наказания. Должно получиться здорово. Ждем Саню. Саня, даю тебе пять минут, засранец. Давай, надевай там три кошки. У Сани точно такие же ингредиенты, как и у меня. Поэтому противник будет сам выбирать, что будет делать его оппонент. Давать себе леща, либо выполнять какую-то из этих хитростей. Должно получиться смешно, здорово, интересно. Также задаем... А, ну, играем до десяти, в принципе, как я и сказала. А также отвечу быстренько на вопрос. Многие спрашивают, как можно столько бухать. Ребята, я столько не бухаю. Я пью с вами буквально первый и последний бокал в прямом эфире каждого дня. Так, что-то мне пишет там Саня. Секундочку, ребята, я отвечу. Я сейчас зависну на пять... Ребята, я здесь. Не отключаемся. Все, проверяю. Все, вроде ничего не висит. Почему у меня зависли комментарии? Вот. Так что ждем Сашу. Все, он с минуты на минуту сейчас появится. И начнем игруленький. Игруленький, игруленький, игруленький. Мне очень нравится такой формат прямого эфира. Потому что тоже, знаете, друзья, надо было пощупать, понять, что лучше. Где-то с кем-то прикольно попиздеть. С кем-то прикольно дать друг другу пощечин. Тоже, сами понимаете, прямой эфир. Ничего не вырезать. Ничего не убавить, не добавить. Поэтому играем как есть, в конце концов. Вот. А по поводу бокала, как я уже говорила, это первый и последний за весь день. Потому что, в принципе, была придумана форма того, что мы в прямом эфире с артистом, с бокальчиком и с вами. Малошенко, привет! Сидим и откровенно общаемся. Поэтому люди, наверное, спрашивают про бокал те, которые только к нам подключились. И никогда еще об этом не слышали и не видели. Поэтому. У нас такая форма прямого эфира. И никуда от нее не деться. Так что, если вам что-то не нравится, заранее предупреждаю, что здесь могут ругаться матом. Поэтому все, кто очень сильно верующий и переживает по этому поводу, лучше отключитесь заранее, чтобы не травмировать свою христианскую душу. Так, секундочку. Что-то мне еще написал Гудко. То пиши. Все, Саша сейчас должен выйти с нами на связь. Саша, выходи! На этот раз Саша точно выйдет. И понеслась! Кстати, как вы можете видеть на мне, обалдежная футболочка Спенсер. Она, кстати, единственная такая в таком экземпляре. Это кусок ее как-то там разрисовал. И я, в общем-то, благополучно ее у него забрала. Вот. У-у-у! По-моему, моторчик настроения просто всем задан. Я надеюсь, вы с хорошим настроением пришли в этот эфир. Потому что мы планируем разъебать. Другого варианта нет. И заранее прошу прощения тех, кто смотрит прямой эфир с детьми. Ребят, я предупредила. Эфир 16+. Извините, всем не угодить. Так, Саня, ждем тебя. Пиши комментарий. Я уже хочу... Ребята, я прошу прощения. Гудочек оказался просто бесконечно глуповатый. Я уже... Ребята, все возвращаемся. Все. Это зависло, потому что Саша решил позвонить мне в Телеграме и сказать, что он бежит по лестнице и сейчас зайдет в прямой эфир. Как будто просто это какая-то квартира. Ждем подключения, Саша. Ты же контент создаешь интересный людям. Давайте, 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 давайте. Саня, пиши в комментариях что-нибудь. Я тебе только что все это рассказала в, блядь, Телеграме. Господи, и этот человек делает контент вечернего Урганта и вообще всякого разного. Господи, Саша, как так можно? Как так можно? Все, вижу, подключаю. Оп, я бегу, говорит. Да, я тебя... Продолжение следует... Так, ждем. Саня, подключайся, принимайся. Оп. Гудочек, гудочек, гудочек. Ты что, ебишься по подъезду? Я бегу. Куда ты бежишь? Разрыв. Бегом, 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 Санечка, раздеваемся. Давай, халат скидывай. Какой халат? Я только с улицы пришел. Дай протру хотя бы камеру, подожди. Давай, протирай камеру. Все, протирай. Я тебя жду. Я пока сделаю блаток. Все, смотри, сними куртку, чтобы не вспотел, потому что будет жарко. Все, мы тебя ждем. А ты все подготовил? Внимание, вот он он. О-о-о-о-о-о-о! Вот она! Как забыли? Красивое имя. Очень необычное. А у тебя несколько котов, да, Саш? А это? А это? А это... Чурхан? Это его сестра. Шарханика. Так, Саша, Саша, руки мыть, ты котов тискаешь. Ты руки помыл, ты с улицы пришел. Ты охренел? Обожди, сейчас. Коронавирус гуляет просто. Мы дома. Например. Так, ждем, пока Саша помоет руки. Подожди, у меня все с собой. Санитайзер-анитайзер? Да-да, да-да, подожди. Обожди. Сейчас, подожди. Санечка, а ты все приготовил? То, что я тебя просила там? Вот это вот, лук, чеснок? Мы все... Да. Что ты там ищешь, скажи? Санитайзер. Да, блядь, руки помой с мылом. Ладно, все. Господи, чувствую себя матерью просто. Вот. И, понимаешь, как Селена Гомес записала видео, как мыть руки с мылом. Мы можем посмотреть, как Саша Будок с зависающим интернетом моет руки в центре Москвы. Саня, вернись. О! Ты же вроде обеспеченный человек. Ты тоже скажешь? Что говоришь? Я говорю, хорошо выглядишь. Ой, да, хватит лица. Ну, ты знаешь, что ты красивый, Саша. Ты прекрасно... Ты прекрасно... Нет. Сейчас, секунду. Все ты знаешь. Да что ж там у тебя? Не встается телефон. Главное верить и не опускать руки. Как говорил Виндизель. Так, ждем, Александр. Очень красиво у тебя все очень хорошо. Полотенчика, все чистенько. Это ужасно. Это ужасно. Будет неудобно. Все, ок. У тебя там Wi-Fi работает? Wi-Fi работает, Саш? Работает. Все, хорошо. Мало ли мне... Не-не-не, все хорошо. Все. Давай, ставь свой телефон. Уже куда-нибудь... Просто это какая-то супер странная... Ладно, ситуация. Очень странная. С учетом того, что ты модный молодежный человек, ты не можешь поставить телефон... Да потому что я подорезаю, потому что у меня закончился Wi-Fi. Когда я тебе сказала, Саша, выходи в прямой эфир, ты мне позвонил в Телеграм, сказать, что ты бежишь, вместо того, чтобы... Я в колес хочу жестко. Ты можешь, можешь, можешь. Главное, что мы руки тебя заставили помыть. Все, пока. Так, супер. Пока, Саша, в прямом эфире писит. Слава богу, с чистыми руками. Друзья, я прошу вас приготовиться. Блядь. Саша! Подготовить вас, себя, к тому, что мы сейчас будем делать обалденное интервью с Санькой. Вот. Ну, кстати, вот так мне тоже нравится, знаете. Вот практически ничем не отличается. Заебись! Очень красивый цветок. Жизнь так и пышет в нем, кишит. Здорово. Подождем. Надя, как дела? Отлично! Отлично! Все! Привет! Он упал! Очень красивые цветы. Это у меня нарциссы. Я надеюсь, за котами ты ухаживаешь лучше, чем за своими цветами. Нет, все нормально. На самом деле, это цвет... А, там был гнилой цветок. Да! Все сделал заранее. Отлично! Я уже всем ребятам сказала, перечислила список наших наказаний. А у тебя рядышком, ты можешь показать? У меня просто... А, у тебя сейчас телефон пизданется, да? Или ты... Нет, я держу, не переживай. Смотри, внимание. Покажи, у меня просто на штативе стоит. Ну, у меня есть сырое яйцо. Чеснока. Я же могу вот так вот все делать, да? Да. Я вот показываю. Вот здесь у меня список наказаний. Да, здорово. Здорово. Здесь как бы у меня пылесос. Нас бы могла бы сейчас выкрыть мама пылесоса, Саша. Покажи пылесос, срочно. Вау! Он грязный. У тебя такой же! Опа! Это просто топчик! Как будто мы там рекламную интеграцию делаем. Прекрасно. Пылесосы все подключаются к прямому эфиру и платим нам много денег. Что мы делаем? Мы задаем друг другу вопросы, ответы на которые 100% знаешь только ты сам и я сама. Например. Ну, ты понял. И предлагаем два или три варианта ответа. Соответственно, если, вот я, например, задала тебе вопрос, ты отвечаешь правильно, то я делаю наказание. Если ты отвечаешь неправильно, то ты делаешь наказание. Короче, в любом случае кто-то из нас страдает. Ты пьешь алкоголь? Ни разу, как никогда. Давай я налью тебя тоже. Давай. Все, подожди. Давай. Сейчас, пока я отключу. Положи на цветок, я хочу видеть цветок. А, все, хорошо. Нет, нет, нет. Я уже пока отключил. Я хотел водяры выпить. Давай. То, что нужно. То, что нужно, потому что... Чтобы как бы развеять на, как сказать, миф, что это мужской написок. Это было хорошо. А я тут как раз вот с коктейльчиком сижу. Все правильно, все правильно. Очень хорошо у тебя там, хорошо, уютно. Так, все налили по бокалу. Садь, водочка, правда? Слушай, ну, все, пиздец. Пиздец. Ребята, дети, идите спать. У тебя никто не пил водки. Я посмотрел, я проанализировал все твои видео. Джаред Лето вообще был не Лето, он был просто весна. Это правда. Он осень, он опавший ясень. Ему 48, ты видел, как он выглядит? Нам с тобой точно это не суждено, потому что мне 29, я сижу с коктейлем, каждый прямой эфир.